Затратная пора. Остается всего неделя до Дня Знаний. Важного события для школьников и их родителей. Последняя подготовка чада к новому учебному году обычно встает в копеечку. В семье Козиных 8 детей, половина из них теперь школьники. К учебным будням всех нужно подготовить. Купить школьную форму, канцелярские принадлежности, портфель, учебники. У нас вообще 4 школьника в этом году, и поэтому нужно приобретать почти все. Потому что некоторые в портфеле поистрепались. От начала до конца. Мы ходили, покупали одежду, потом рассчитывали на портфели, на канцтовары. На одежду мы потратили где-то около 8 тысяч. То есть пока. Потом мы хотели собираться к канцтоварам. Чтобы была возможность приобрести все необходимое, опытные родители копить начинают с мая. В августе закупаются оптом. И кажется, можно расслабиться. Но нет. В конце сентября все ручки, карандаши, эластики потеряны. Снова нужно идти в магазин. Канцелярские принадлежности Козина, как семья многодетная, получили в департаменте соцзащиты. Я пойду в 5 класс. Мне нужен портфель, тетради, линейка, краски, кисточки, стерка, карандаши, точилка. В канцелярские магазины родители ходят с длинными списками, чтобы ничего не забыть. Покупают тетради с ручками и обложки на учебнике. Ну и, конечно, портфели, на которые предусмотрительные продавцы к сезону часто делают скидки. Набор для школьника, для первого класса варьируется где-то от 2 до 4 тысяч. Наверное, можно собрать так. Смотря по какому качеству. Хорошее качество, конечно, пользуется популярностью. Еще один немаловажный аспект подготовки к школе – одежда. Почти во всех образовательных учреждениях введена специальная форма или принят деловой стиль. А это значит, что мальчики должны носить строгие костюмы. Девочки – скромные сарафаны, черного или серого цветов. Никаких джинсов или броских вещей. Одеть ребенка в рамках правил и семейного бюджета бывает непросто. Если мальчик берем пиджак-брюки, это получается 3200, плюс рубашка где-то рублей 700, получается 3900. Если еще возьмем жилеточку, это будет где-то 4900 в районе 5000. 5000, в принципе, ваш ребенок, если это начальный класс, одет где-то на 2 года. Ну, девочка примерно в таком же дипозоне. Дети быстро из всего вырастают. На каждый год, а то и на сезон требуется что-то новое. Чтобы сэкономить пару тысяч для семейного бюджета, приходится побегать по магазинам, поискать наиболее демократичные цены. В среднем где-то около 5-7 тысяч. Это входят констовары, то есть, соответственно, рюкзаки, портфели, то есть переобувки и все остальное вместе с школьной формой. Так и получается, чтобы подготовить ребенка к школе, нужно основательно подготовиться самим к затратам. Калькулируем около 10 тысяч рублей. И это если в образовательных учреждениях выдают учебники. А если школьников, как в семье, козин их несколько, ничего не остается, кроме как копить не на отдых, а на сборы в школу. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.